Приветствую вас, Екатерина. Вы знаете, обращаясь к психологу за помощью, вам, конечно, желательно было бы всё же побольше предоставить информацию о вашей проблеме, о том, почему вы видите трудность в том, чтобы бросить своего парня, да, и почему вам кажется, что это чем-то вообще тяжёлым, трудным и так далее. Вот это, наверное, первое, что мне хотелось бы вам сказать. Вот, потому что, если у вас к нему нет чувств, или если он вас не устраивает, то ничего, нет, проще сказать ему о том, что вы больше не видите с ним будущего и, в общем-то, хотите дальше жить уже самостоятельно, например, или идти по жизни дальше без него. То есть это ваш выбор, это ваше решение, вы имеете на него полное право. Вот, но почему вы так себя поставить не можете? Это вот большой вопрос. А, то есть либо вы не уверены в себе, либо вы чего-то боитесь, либо имеет место быть что-то ещё, я, честно говоря, не знаю. Но думаю, что, так или иначе, с этим нужно будет разбираться, потому что это вам мешает. Это вам мешает. Значит, поймите главное сейчас, это то, что никаких волшебных слов вообще, никаких волшебных слов нет и быть не может. То есть, если вы решили со своим парнем расспаться, то расставайтесь, чем быстрее вы ему об этом скажете, чем быстрее вы до него это донесете, тем будет лучше для вас. Вот, и тем легче будет ему, в том числе, потому что, ну, он, я уверен, также переживает, также мучается. И самое главное, что вы из-за своей неуверенности по факту не даёте ему, ну, как бы, двигаться дальше, двигаться вперёд. Он, он мог бы это сделать, если бы вы сказали ему, что между вами всё кончено. Вот, что здесь, конечно, нужно исследовать. Нужно исследовать то, почему вы так себя поставили, почему вы так себя реализовали и что вам мешает сказать молодому человеку, собственно говоря, правду. Вот, значит, лучше всего говорить, как есть, вот как вы чувствуете, так и говорить. Вот, я не знаю, я не знаю, что вы чувствуете, но я могу совершенно точно сказать, что лучшее, что вы можете сделать, это сказать мужчине, как, как есть. Вот, вот, всё, как есть, так ему и скажете. Вот, и чем лучше вы это сделаете, да, то есть, чем, чем недвусмысленнее, то есть, иначе говоря, чем более однозначно вы это сделаете, тем будет, собственно говоря, лучше для вас и для него будет лучше тоже, вот. Потому что, как я уже сказал, мужчина, скорее всего, он переживает очень сильно, вот, и не может, соответственно, ну, тоже, как бы, сделать шаг впервые. Вот, если вы чего-то боитесь, то с вашими именно страхами, да, нужно разбираться отдельно, если вы боитесь, к примеру, что-то для себя потерять, да, то с вашими желаниями работать нужно тоже. Отдельно, скажем так, вот, потому что это ваши, ну, это ваши субъективные мысли, это ваши субъективные особенности восприятия данной ситуации, вот. И, соответственно, для того, чтобы ее решить, необходимо вот разобраться. По факту, по факту, я мог бы, наверное, поддержать своего коллегу, да, Александра Ковальчука, который говорит, что вы, ну, его не выбирали, да, а вы девочка, вы его не выбирали, вы можете просто трестать, не взялись, тут и все, вот. Но, я считаю, что есть трудности у вас. Раз вы не можете бросить мышки на этот раз, вы, вот, в своей личной жизни имеете проблемы, там еще, ну, где еще, как не в личной жизни, да, совершать выбор, ну, то есть делать его, делать выбор, вот. И так далее. Это очень важные моменты, и их нужно обязательно исследовать, если вы хотите, если вы хотите, чтобы у вас все получало, да, если вы хотите, чтобы у вас все было нормально. Обратите внимание на конфликт, на основной конфликт, который имеет место быть у вас с мужчиной. Конфликт определяет ваше текущее состояние. И именно конфликт необходимо выявить и определить. Именно конфликт необходимо вытащить на ответ, вот, чтобы вы поняли, в чем основная сложность данной ситуации для вас конкретно. Вот. Я полагаю, что это совершенно необходимо сделать. Вот. А вы можете, если уж совсем тяжело, да, вы можете не говорить мужчине ничего, а просто пассивно, да, просто, вот, исключительно пассивно, донесите до него, что у вас сейчас нет времени, да, что вы сейчас заняты, что вы сейчас не можете, ну, взаимодействовать с ним, что у вас сейчас другие дела, проблемы, вот, и так далее. Я полагаю, что это, если его и не натолкнет на мысль о том, что отношения с вами не складываются, вот, то, по крайней мере, он будет более готов к этому, к тому, что вы расцениваете. Вот. Ну и, конечно, обратите внимание на свое поведение, потому что оно очень важно. именно поведение ваше, именно поведение. Вот. Из-за того, что именно оно, именно поведение привело вас к тому, где вы сейчас находите. так, я очень рекомендую вам проанализировать все эти вещи и выбрать для себя тот подходящий вариант, да, который наиболее вам, ну, наилучшим образом вам подходит. Без травмы, без насилия над собой, да, вот, и так далее. Это очень важный момент. Для меня показательно весьма то, что вы говорите именно о бросании. То есть бросить парня, говорите вы. Для меня это очень показательно, потому что, ну, вообще-то говоря, никто никого не бросает. Вообще-то говоря. Вообще-то говоря, люди просто понимают, что больше меня быть не хотят. А брошенным себя чувствует, как правило, тот, от кого ушли. Если тот человек, который чувствует себя брошенным, так себя ощущает, то ответственность за это лежит не на нас. Ответственность за это лежит на нем, на нем самом. Вот. Поэтому к вам и меня только вот именно такой момент, да, почему вы считаете именно, что бросили, что бросаете кого-то. То есть как будто бы у вас здесь имеет место быть чувство вины, возможно. Вот. Если у вас чувство вины, да, то, соответственно, за что, за что вы испытываете вину? Вот это то, что нужно обязательно проанализировать, это то, что нужно обязательно рассмотреть, изучить и исследовать. Потому что по-другому нельзя определить, в чем сложность вашего положения. Ну а поскольку помочь вам безусловно хочется, вот, помочь вам хочется, да и можно помочь, вот, то будет лучше, если вы выберете себе психолога и проведете несколько консультаций, чтобы понять все нюансы ситуации. И приди к решению, которое устроит лично вас. На мой взгляд, то, что вы задаете такой короткий вопрос на такую общую тему и тем самым делая свой вопрос общим, вот, ну, говорит о том, что вы себя недооцениваете. То есть вы считаете, что ваша ситуация, она такая же, как у многих. Это не так, это не правда. Ваша ситуация не такая, как у многих. Она индивидуальна. И решать ее нужно индивидуально. Понимаете? А потому общий вопрос является оскорблением, по моему мнению, для вас. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи. Продолжение следует. Продолжение следует... Удачи.